МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У девять годин на территории храма святителя Луки Крымского удельниками Международной науковой освятинской экспедиции «Дорога до святыня» будет закладен сад молитвы. После этого у ГДУ имя Франциска Скарыны пройдена науковая конференция. А в 12-й године заплановано урочистое открытие 10-го международного фестиваля свята «Славянские литературные дожинки». Удельниками станут свыше 70 литераторов региона и краин СНД. Усе подробностей в наступных выпусках новинов. До дня белорусского письменства, оки пройдя в Рогачеве, рыхтуются не только будовники и письменники, а и водители. В 4-го вересня для всех жадающих трапеться на свято будут организованы додатковые автобусные маршруты. Первые пассажиры с Гомельского автовокзала смогут отправиться в Рогачеву в 8-й годин ранецы. Час у дороги в складе 1-й годину 20-й годин. Другие экспресс-автобусники руются до столицы литературного свято в 9-15. А кроме этого будут действовать 7 регулярных маршрутов. В отворотном на керунку можно вернуться, начиная с 60-й годин. А после автобуса приходят с Рогачева в Гомель в 20-30. Такие же маршруты дополнительные мы ввели в Жлобине тоже с утра и вечером. Ну, то есть, город Гомель и ближайшие все города, они охвачены. То есть, мы думаем, уверены, что каких-то сбоев, что касается транспорта, не произойдет. Отримать больше подробязную информацию можно на сайтах предприемства Гомель-Абл-Аутотранс и Гомельского автовокзала. А так само по номеру телефона 114. До инших тем. Для 150 тысяч школьников Гомельской области почался новый учебный год. Свои двери отшинили больше 500 навучальных установ. Святочные урочистости прошли и в Рогачеве, где после масштабной реконструкции открылась третья середняя школа. Яким чином комфортно умову сприяюсь повышению якости адукации высвятлял Олег Синтеров. В наступном году третья Рогачевская середняя школа означает юбилей 55-ти годы. И она была побудована у 1962-м. Причем урочистости пройдут уже у одновленным будинком. На реконструкции установы с бюджета выдастковано больше 10 миллиардов недоминованных рублев. Рыхтываться до капитальных ремонтов у школы почали еще по час зимовых каникул, когда у классов провели работы по домонтаже старой мебли. Или основные работы зарабили на протягу лета. Монтаж нового даха, замена оконных блоков, добропарад коня территории. При этом частке работ выконали так званым господачным способом с протягнением волонтерских отрадов. У их состав уключили наученцев, будовничных колледжев, Заргачева, Гомеля и Мазыра. У администрации школы кажут, что теперь для наученцев створены умовы, которые отвечают всем потребованиям. А после еще и тем больше важно, что уже 20 годов установа заявляется у денег международного адвокационного проекта школы-партнеры будущего. В его рамках не только отбывается обмен делегациями, а и получаются лепшие на просовке замежных партнеров. Мы подписали дружественное соглашение с гимназией города Гебезе. Это земля Тюрингия, Германия. И данный проект осуществляется в виде школьного обмена в результате которого мы изучаем культуру, традиции народов как Германии, так и Белоруссии. Третья Рогачевская средняя школа различена крыхубочек на 500 местов. Хоть в опущенные годы колькость школьников тримается на постоянном узровне, около 400 человек. Правда, на некий недохоп в учню тут не скарзится. Так, кажется, нам больше комфортно организовать научальный процесс. В учне, до речи, эту думку полностью поделяют. А сразу после урочистой линейки, будучи выпускники, делятся планами. Первая важная большая смерть поступать у высшей научальной установки по тымнику на педагогической специальности. Коли стольких годов бачишь перед собой приклад добросумленных относен до своей профессии, на яку можно равняться. Я хочу поступить в Кулешова на психолога. Школа дала мне прекрасное образование. Здесь очень хорошие учителя. Я горжусь своей школой. Новый компьютерный класс с 11 компьютеров и усягонь обходного для их работы обцелевания подарунок третьей Рогачевской школе от Гомельского оборудования. Удосконаливание адекватного процесса, потребование часом, не покидаючи по зауваге необходность захования здоровья школьников по часу учебы, больше ваги, теперь будет надаваться якостному засвоению информации. По великим рахунку, зараз в очень повинен не запоминать механично великые объемы ведов, а быть сдольным, свободно знаходить их у ответных крыльницах и выкрасовывать эту информацию на практице. Есть современные технологии, это и интерактивные доски, которые сегодня активно применяются в учебных процессах, современное оборудование, учебники, которые сегодня должны быть на уровне, и я думаю, что в ближайших пять лет Министерство образования выпустит такие учебники, которые будут удовлетворять сегодня и детей, и родителей, и учителей. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель» с Рогачева. Яскравы выступления детей, ширы душевные пожадания от педагогов, батьков и гостей святок. У Папоротнянской средней школы Жлобинского района урочистая линейка по традиции проходила под открытым небом. Мероприемство ладилось пригоже и весело, а на этот раз я шею по-особливому масштабно, бо все лета установа адукации пополнилась новыми вушнями. Усе подробностей в репортаже Вероники Ворошилиной. Аккуратная школьная форма, белоснежные банты, пригожая к ветке, аголовная счастливая усмешки. День веда по-особливому урочистая падея для школьников, педагогов и батьков. А тому я есустракаюць у заправды святочной атмосферы, як у буйных городских установах адукации, так и размещенных у сельской мясцовости. У Папоротнянской средней школы Жлобинского района линейка супроводжалася яскравыми выступлениями дятей и ширыми душевными пожаданиями от дорослых. Безумовно, в этот день особные слова подяки и к ветке тым без кого немогчимый научальный процесс. Наставникам, якие на протягу школьного жития укладают у своих выхованцев не только веды, а лей душу. Мы первые по централизованному тестированию в области. Мы сохранили лидерство в олимпиадном движении. То есть у нас есть все для того, чтобы с желанием идти в школу, чтобы каждый день приносил только радость. Радость новых встреч, новых познаний. Очень хочется пожелать всем здоровья, удачи, творчества, любознательных учеников. Пусть у нас у всех все получится в новом учебном году. Коля 12 тысяч в учням именно это такой лишь бы. Для Жлобинского района отзначены новый научальный год. У першиню парах установы дукации переступили каля полторы тысячи першоклассников. Для их это свято новая проступка життя, якая дает команду «Старт». У него дома цикавая подорожа. Мы теперь совсем большие в школу мы пришли. И теперь никто не скажет, что мы малыши. Попоротнянская середняя школа Жлобинского района объедняла в своих стенах 170 в учнях. Большая из них дети суседних населенных пунктов. В новом научальном годе тут так само будут займаться былые выхованцы Доброгощанской базовой школы, якая все лето была закрыта за вары на Гастану. Ребенок, конечно, немножко переживает. Новая школа, дети. Ну, я ему сказала, что привыкнешь. Ну, а так школа мне очень понравилась. Просторная, красивая, классы такие красивые. Я довольна. От Доброгощи до Попоротнянской середней школы прикладно 12 километров. Капалегшись, наученцам не близкий шлях доведал, запущены автобусы, яке забеспечить свой часовый комфортный подвоз детей. Расписание утверждено в отделе образования, согласовано с ГАИ. Водители прошли все медицинские заключения, техосмотры, автобусы тоже прошли. То есть, все у нас организовано. Дети будут приезжать двумя рейсами из Доброгощи и тремя рейсами обратно, потому что родители изъявили желание не ходить в группу продленного дня, чтобы детки не находились здесь. Мы их будем отвозить сразу после занятий. Своих и раннейших и новых ученев Папоротнянская середняя школа с устрела отремонтованной спортивной залой, а так само обновленными господарчим способом научальными кабинетами. Приемным подарунком для наученцев Папоротнянской середней школы Жлобинского района все лет станет и новое эдукационное обсталявание. Наборы для лабораторных и практичных занятков, сучасный электронный микроскоп, наглядные материалы для подрыхтовки до олимпиад и инших интеллектуальных конкурсов, а так само шматликие муляжи по курсу ботаники, зоологии и анатомии. Дарожи такому эдукационному арсеналу могут позаездростить навод многие городские школы. У гэтом храме навуки саправды створены все умовы, каб выховывать у дятей любого доведа, спорта, творчостей и працы. А тому на новый научальный год педагоги и батьки по Паратнянской середней школы Жлобинского района ускладают великие надеи и чекают от своих детей поспеховости и завоевания новых вышинь. Вероника Ворошилина, Дмитрий Радянко, телерадоэкомпания Гомель с Жлобинского района. Початок научального года урочиста означали и высшую научальную установку. Першокурсниками Гомельского и Державного и Медицинского университета селета стали 550 человек. Подчас уступной самый высокий балл при поступлении 365. Середний проходный балл склал около 300. Переважная большая первокурсниками будет научаться на лечебном факультете. 100 человек приняты на медикодиагностичны. Удел в урочистостях с нагоды початку нового научального года принял министр страхового здоровья Республики Беларусь Василь Жарко. Он пожелал студентам успехов в учебе и выказал надею, что усеяны станут высокопрофессийными специалистами. Все выпускники школ показали хороший уровень подготовки и баллы если брать по БГМУ по нашему головному медицинскому университету белорусскому так 330, 350, 360 в зависимости от факультета. В региональных вузах тоже самое выше 300 баллов. Это говорит о том, что высокий уровень подготовки. Мы выполнили все прогнозы, показатели, доведенные и по целевому набору и по целевому набору тоже был конкурс два человека на место. То есть шла в зависимости от специальности. Я чувствую, конечно же, беспокойство, потому что это серьезный шаг, будущее. От этого зависит то, как я реализую себя со стороны профессии. И могу сказать точно, что медик это профессия всей моей жизни. Тем шасом студентскую семью Гомельского державного университета Мяфранциска Скарыны пополнили больше за тысячу першокурсников. Специальным гостем линейки стала магистрантка ВНУ, сребренный призер Олимпиады Урея Дажанейра Мария Мамашук. Перед початком мероприемства прием у ректора университета. Мария пришла разом со своим тренером Сергеем Смалем. Дареч, так само сребранным призером олимпийских гульняв и выпускником ГДУ. Переемность поколения у Деянни. У музея спортивной Даниславы Гомельской в области фото славутых наставника и в ученице так само побачь. Подчас подрехтовки до гульня у Бразилии Мария находилась в академичном отпочинку. Зараз мая намер вернуться до навучания и приступить до написания диссертации. С тематикой працы уже вызначилась подрехтовка профессийных борцов. И тут да поможет уласный опыт. По выниках селедней уступной кампании у ГДУ выканали план приема абитуриентов. На бюджетную форму научания заличено 600 человек, на платную 450. Жадаючих учиться в НУ было куда больше. Например, на правознавство конкурс превышал 20 человек на место. На специальность финансы кредит больше за 6. Гэта научальный год будет непростым для сотрудников университета. Напереде двойный выпуск. Наступным летом диплом высшейшей эдукации отримают студенты, которые научались по 5-годовой и 4-годовой программах. Ага больше 3000 человек. 2000 из них научаются на бюджетной форме, а им нужно найти первое место працы. Университет готов к этой работе. И мы уверены, что все выпускники университета найдут достойное применение своим знаниям. Первокусники о первом месте працы напевно еще не думают. Напереде у них как минимум 4 года студентства. А это новые веды и шмат новых сябров. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио компания Гомель. Распачался новый научный год в Гомельском училище Олимпийского резерва. Это кузь зор к спорту. И каждая Олимпиада своя особливая работа наставников и тренеров. Узять с перспективного хлопчика девчинку со спортшколы узгадавать и передать спортсменам профессионалам в школу высшедшего спортивного майстерства. Задача не простая, однако коллектив училища с ее постепенно справляется. Зараз тут отримливаются эдукацию больше 300 человек. Сиротых есть мастер спорта Беларуси и мастер спорта международного класса. Многим с них уже дадим смак перемог. Однако мета одна Олимпиада. На рахунку выпускников училища 23 олимпийские медали. Гуль неурея пополнили скарбонку новая задача. Сегодня на телеканале Беларусь-3 протягнется трансляция передвыборных дебатов кандидатов депутата Платы Простовников Национального Схода Республики Беларусь 6-го скликания. В 19.01 стартуют дебаты между претендентами на местном парламенте по Гомельской Новобелецкой Выборчай окрузе номер 36. С 19.25 до 19.45 до эксклюзии будут вести кандидаты по Житковицкой Выборчай окрузе номер 39. Эти инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by На этом выпуске завершенный. У студии працював Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин